В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я и история». Ее автор Сергей Муравьев продолжает цикл об улицах, площадях, домах, памятных местах старого Ярославля. В Средневековье нынешняя Депутатская улица была частью городского посада, застроенная избами и ремесленными мастерскими. Ограниченная с западом рвом и земляным валом. На регулярном плане застройки Ярославля 1778 года она уже отмечена как улица Сретенская, названная по храму Сретене Господне. Большую часть старой Сретенки занимал единственный на улице каменный дом купца Викулина с огородами и деревянными хозяйственными постройками. По регулярному плану ров засыпали, оборонительный вал срыли, а на их месте был образован новый квартал, ограниченный улицами Сретенской, Казанской, Ростовской, сегодня Андропова, и вновь пробитый Рождественской, ныне Нахимсон. По тому же плану были намечены линии Ярославского гостиного двора. Безусловно, наибольшее внимание заслуживает Сретенский переулок, где до сей поры над городским центром возвышается звонница Сретенской церкви. Впервые деревянный храм упоминается в переписных книгах 1636 года, а в 1685-м на пожертвование купца Павла Денисовского была построена каменная церковь с пределом Стефана Сурожского. Известно, что ранее у старой Сретенской церкви был построен теплый храм иконы Божьей Матери Знамения, но в 1819 году он был разобран, и на его месте построена новая церковь, которая в течение столетия перестраивалась несколько раз. Современный облик Сретенский храм приобрел благодаря губернскому архитектору Николаю Поздееву на деньги фабриканта, табачного короля Ивана Николаевича Дунаева. Кстати, с легкой руки Поздеева были построены знаменитый дом с атлантами на Дворянской, часовня Александра Невского на Екатерининской, нынешней Андропова и многие другие архитектурные памятники Ярославля. Сретенская церковь знаменита еще и сверхпопулярной в 19-м, начале 20-го столетия, певческой капеллой под управлением отца Василия Зиновьева, которая радовала слушателей вплоть до 1925 года. Здесь, в храме Сретения Господней, его и отпели. А дальше церковь разделила судьбу большинства православных храмов России. В 1929 году ее закрыли, в 30-м место верующих заняли сотрудники Медсан труда, а в 31-м году было принято решение храм взорвать, но каким-то чудесным образом этот приказ не был исполнен. В 70-х помещение приспособили под цех одного из городских швейных объединений. Но все возвращается, как сказано в Писании, на круги своя. Сретенская церковь со звонницей до сих пор радует глаз горожан, проходящих по Сретенскому, а ныне Депутатскому переулку.